здравствуйте дорогие друзья приветствую вас на своем канале у нас несколько дней был очень сильный ветер даже на улицу практически не выходили потому что очень холодно было для нас конечно это холодно плюс 5 градусов такой ветерочек ну ничего вот сегодня потеплело и вышли опять с ими делами с валерой заниматься на улице ночью два дня была минусовая температура вроде ничего у нас такого чтоб сильно замерзла не замерзла эта клумбочка стоит прям вся веселенькая пойдемте дальше посмотрим что у нас там есть алису цветет до сих пор посмотрите как вот уже цветает ну минусовая температура ему не страшно не страшно вот видите какая клумба разрослась я уже говорила что один раз посеяла где-то года два назад и все вот он до сих пор рассеивается здесь и в другом месте да да пуша как же мы без тебя то я сейчас покажу как я розочки все обрезала обрезала и перегночком их окучила немножко так вот зверобой окаймленный видите какой красивый такой зелено-розовый бело-белое-розовый сейчас тут немножко изменил цвет у него листва всю зиму такая вот не не опадает листва пуша да не мешай ты мне вот и живучка посмотри какой цвет приобрела такой бордовый это розовая живучка вот очень красивый цвет другом месте по зеленее в зависимости наверно как солнце попадает надо еще наверно подокучить мне все хвойнички осталось тоже здесь вот алиса все сам вырос и растет себе на дорожке прям и не убираю его он опять насыпется на следующий год и опять будет расти вот несут еще есть даже сиреневые цветочки да мы все слышали уже твой репортаж пуша все слышали ты у нас самое говорливое валера он там ямочки закапывает где старые столбы выкапывал от винограда хочу показать вам вот в том видео показывала эту кислицу вот она совсем уже подмерзла или оксалис называется ее можно вот так прям вот а вот внизу там вот локовички вот я эту эту я оставлю это растение так прикрою а вот в том нам другом месте было такое же растение посмотрите какие какие я выкопала семена сейчас мы к столу подойдем я вам поближе покажу даже это не семена клубеньки вот это с одного кустика получилась вот такая гора интересные они вот такие вот длинненькие сейчас их домой отнесу и пусть они наверно посохнут а потом весной высушу горшочки у меня будет много растений таких они очень красивые цветут все лето сколько их много прям вот так вот садишь в землю получается раз растушка вот я один выкопала на всякий случай потому что вдруг замерзнет у меня будет такой посадочный много посадочного материала и еще выкопали потому что мы на том месте сделали стол пить винограда для винограда и еще и еще кронировали вот эту вишню нам старая была вишня у хозяев здесь вот раньше было такой большой ствол прям доходил вон до крыши и было и был такой тенечек а сейчас тенек ушел и ему тоже на сильном солнце жарковато необходимо такой небольшой полутень из полутени конечно все растет потому что на солнце очень жарко а полутень любят практически все растения здесь я посажу что-нибудь другое какой-нибудь кустик по дому еще сегодня буду обрезать цинерарию приморскую как ей нравится прохладная погода принципе она такая неприхотливая и она так потом опять пойдет из корней вот но мы ее сильно не будем обрезать примерно оставим сантиметров 10 вот это остальное все на компост так вот я обрезала ее получилась такая дорожка часть на компоста часть просто я сверху накидала чтобы если будет морозы она предохранит и вот вымерзание ну хотя она у меня уже какой три года ты скорее из корней идет весной опять появляются росточки вот я хочу где у него там лысая там хризантемы были какие-то погибли часть какие-то переродились я хочу их цинерарию просто разделить весной и посадить ее вдоль дорожки будет красиво такое продолжение дорожки будет вот еще с этой стороны у меня цинерария такие хорошенькие даже жалко их обрезать пускай чтобы обрежу потому что сок все равно тянет пускай отдыхает растение вот еще и гела не все листья не сбросила позднее хризантема там выглядывает желтенькая я уже показывала питунья сама зашла может быть на следующий год что-нибудь опять насеется вот еще вот еще спирея целый здоровый куст такой красивый не облетает здесь наверное от ветра защищается стена защищает стена и тепло где самое солнечное место возле дома то она еще листу даже не сбросила ладно будем дальше цинерарию обрезать вот и с этой стороны работу провела ложила ее даже где нет цинерария просто веточки положила чтобы трава меньше росла у нас трава это беда и зимой растет я даже и ну раз в теплые деньки выхожу цветочки пропалываю а то иначе вырасти такие корни у нее глубокие будет у травы приходится ее пропалывать даже зимой посмотрите как у меня бересклеты окрасились здесь вот солнышко вот красные другом месте стоят зелененькие зелено-желтый а здесь прям красные они любят солнышко так вот красиво окрасились такой приобрели прям яркую яркую окраску солнышке плохо видно так вот сейчас подойдем к дерну белолистный бело-бело-зеленая накаймленный такой дерен приобретают у него стволики зимой вот такой вот красивый красно-вишневый оттенок красиво украшают даже зимой будет украшать уши сидит на пенечке греется здесь когда мы заехали была куча большая перегноя вот это все мы носили по огороду разравнивали вот эту кучу здесь такой делала цветочную зону а еще очень много было всякого добра железки стекла чего только не было вот валера своими делами занимался я вот этот вот участочек буквально ломом сантиметров по 10 очищала землю от всякого мусора и стекла железки пластмасски не знаю наверно не одно десятилетие было здесь еще была подстилка от баранов эту подстилку ломом тоже все долбил и убирал это первый год когда мы приехали тоже четыре года назад ну то сейчас вот здесь у меня такой получился уголочек красивый ну конечно сейчас уже некрасиво здесь не видно там у нахиноцея у меня будет свести красиво здесь тоже травка бергамот тут эти вот кочечки очень вкусный чай завариваю сейчас насушила на зиму этот клен фламинго розовый вот эти спирейки было конечно думала я это не сделаю нет руки глаза боятся руки делают здесь вот еще вот на этом месте рядом наверно метр друг от друга вот груша почему она немножко такая косая рядом рос росла черешня и еще персик буквально на метр через метр друг от друга вот она все сплеталась друг другу конечно было не очень вот мы решили пожертвовать конечно черешней мы посадили в другом месте а грушу это оставили вот ну а персик он сам он был не ухожен и он сам погиб персики были хорошие вкусные сам погиб даже не один здесь два было персика два да вот здесь вот стояли какие-то клетки из-под кроликов тоже было все ужасно вот этот лоза виноградная которая идет то мы ее там откопали это молдова кстати хороший виноград и место ему хорошая солнечная но у нас он по стене вился но в этом году вот валера сделал такие столбы забетонировал три столба вот еще вот один столбик надо его будет приварить сделать поперечину и мы этот виноград подальше от стены сделаем ровненько чтобы было красиво да и это солнечная сторона и дома будет немножко попрохладней и для винограда хорошо барбарис здесь растет ну и посмотрим если будет мешать пересадим мы это быстро с валерой делаем не понравилось раз другое место с комом земли пересаживаем здесь вот еще где палочки торчат камушки это очитки очень красивые я вам показывала сейчас их конечно не видно я уже обрезала они уже к зиме приготовились спят вот так что вот такая вот такую малозу нашли здесь тоже большая большая уже старая лоза вот оставили новые лозы от нее пошли и вот на следующий год думаем будет виноград хороший дошла еще к своей красавица соки сейчас я юная тоже срежу красиво цвела таких такими колосьями шикарно на след она быстро разрастается на следующий год ее хочу весной поделить прям деленками девочки просили у меня поделюсь еще вот эти зебринки надо маленький тоже на них обрезать эти вот красотки полосатенькие они уже какие все засохли обрежем их логихина цель все еще цветет надо ее тоже пускай она отдыхает он какой цветочек декабрь месяц сегодня 6 декабря вон она еще цветет цветочек последний наш нас радует тоже сейчас обрежу ее все меньше меньше становится красоты саду вот одна красотка маня они вышла погулять на солнышке опять ой как хорошо то и ой как хорошо осталось вот эту зебрину обрезать ну пускай она еще зелененькая пас постоит все маленькие обрезала император обрезала оставила лежать пускай может быть укрою вот эти листики и и укроют мало ли какие морозы будет пускай потом все это весной берется часть гниет питание будет здесь вот берючины осталось только красоваться бересклет бересклет он круглый год зеленый и вьюнки они еще сейчас за зиму еще даже подрастут скоро может быть через годик вот эту всю стену страшненькую закроют и будет красиво ровненько этот вот уже вьюну как разросся он уже на всю на пол стены здесь тоже желчка покраснела здесь более тенечку то она поэтому не краснеет особо здесь у меня зеленая круглый год зона туйки стоят эти вот жимолой шапочной давида он красотка большую розу тоже я ее подокучила перегночком обрезала посильней каны здесь были каны тоже листвую и засыпала я их не выкапываю взойдут не взойдут не еще этими канами заниматься и так всего полно дел очень много лошадки нашими здесь тоже уже все хвосты спрятались остались только туйки вот жимолость еще декоративно еще листу не сбросила но потом все равно сбросит не всю мог практически сбросит когда будет мороз не знаю когда он будет может быть в январе феврале у нас бывает в начале в январе в конце января наверное даже не знаю бывает сильный не бывает мороз как-то и не хочется эти дни было прохладненько так грустно отвыкли уже от этих морозов день-два отдохнули и опять хочется что-то делать потому что это скучно кажется ну все не будешь выходить никуда в сад все дома будешь лежать на диване смотреть телевизор нет день-два и все уже куда-то душа рвется наводить красоту маня а ты что там кушаешь маня нюхаешь цветочки нечего уже нюхать все уже цвело ох ты наша разговорчивая играют они третья кошка у нас бася у нас не игривая хозяйка такая она все злится на пушу что она куда-то убегает то не постоянно какие-то ссоры там маня добродушная вот это цветная кошечка молоденькая добродушная она играет с пушей вот хоста последние уже все подмерзла здесь еще медуница еще не ушла еще не было такого прям сильного заморозка она должна тоже уйти под зиму вот эти все листики должны спрятаться это вот только барвинок вечно зеленый такой вот он красивый длинные плети дает я обстригаю их и вот он пушистый пушистый с каждым разом и новые новые веточки дает получается такая вот кочка красивая закрывает вот эти колеса конечно бы можно было сюда поставить какое-то ограждение нанести земли колеса это вырезать но ну пускай это сейчас некрасиво потом хосты вырастут и будет шикарно все закроют летом это ничего не видно здесь еще тюльпаны должны если их конечно кроты не съели эти даже не кроты едят а как называется слепыши что ли вот они луковицы последнее время что-то много стало их очень тяжело изловить вот они луковицы тюльпанов поедают хорошо хоть нарциссы не едят у нарциссы луковицы ядовитые вот они их не едят вот моя гортензия красотка это самарская лидия в этом году посадила надеюсь на следующий год будет свести вот это сандер сандерс фрейс по моему да такая тоже белорозовая будем наблюдать с вами хочу вам показать клубника фурор ремонтантная вот какие ягоды у нее лежат посмотрите уши немножко подмерзли такая прям прозрачная стала вот еще ягодка их есть не будем так уже наелись всего хорош помощница ты моя помощница говорливая вот журналист а пуша ты в той жизни наверно журналистом было заработать так время быстро пролетела сейчас уже около пяти часов вечера и уже он солнышко садится за горизонт тишина где-то там птички чирикают камыши шуршат сегодня ветра нет красота вот на этой умиротворяющей ноте заканчиваю сегодняшнее видео продолжение работы в саду у нас еще будет до следующего раза дорогие друзья всем мирного неба до свидания